Всем привет и добро пожаловать в игру Ротту Вауэр Вордварту. Давненько мы с вами здесь не встречались на полях сражения, и, как если вы помните, не помните, когда-то я говорил, что временно пока прекращаю свои военные действия на полях сражения, так как достиг, по-моему, там какого-то ранга в офицерской лиге, господи, я уже не помню. Я просто сейчас хочу временно приостановить все эти активные действия и перейти к более пассивным, а именно смотреть какие-то обзорчики, какие-то битвы, сражения, уже людей, которые достигли в этой игре очень-очень большого опыта. Что ж, будем там обозревать с вами новинки, будем смотреть сражения уже опытных, скажем так, бойцов из этой игры, и может что-то из новенького с вами мы здесь увидим, посмотрим. Ну, короче, давайте не будем долго это все рассуждать и обговаривать, а уже перейдемте к нашим обзорам. Ну что ж, давайте посмотрим, как пройдет этот поединок. Честное вам скажу, я его не смотрел, только проснулся, только включил телефон, и будем сейчас обозревать. Сразу же я поставлю на очень маленькую скорость. Итак, погнали. Американец против советов. Советы поставили за вот что-то приносили очки, а американец уже нападает. У него такая тактика прям блицкрих, молниеносная. Вызвали джентльменов английских, что одна страна, что вторая. И посмотрите, уже даже больше половины бункеров снесли у советов. Господи, как же быстро это все сделалось. Американец сейчас идет в оборону, советы потихоньку наступают, эти десантные войска, танки. Что ж, давайте посмотрим, как оно тут дальше все будет развиваться. Пока обе стороны купят силы. У одного почти шесть очков, у второго четыре. Уже можно кого-то и вызывать. Так, американец снова нападает, кидает десантников. Хочет уже окончательно добить левый бункер. Но я его прекрасно понимаю. Чтобы открыть себе доступ уже к цитадели. Чтобы можно было быстрее туда добраться. Советы пока этим временем вызвали Катюшу, вызвали пехотные войска и бронеавтомобиль. И посмотрите, практически все войска 15 уровня. Мне до этого уровня, как скажете, до каеварачками. Еще очень-очень долго. Так, американец сразу явно видно, что хочет уничтожить Катюшу. Он кинул мясорубку, кинул пехотинцев. Тут совушка уничтожает мясорубку. И Катюша уже нацелилась на американский бункер. Так, там совушка, там войска спецназовские у американцев. Хотя он вызывает советских войск. Я вот, если честно, не понимаю. Брать какие-то войска с других фракций. Ну, знаете, это такое. Типа, как-то, если войска уже принадлежат одной фракции, то пускай и этими войсками воюют. А это, получается, как уже какие-то наемники. Ну, это такое. Каждому свое. Если игра позволяет сделать такое, то почему бы и нет. Для разнообразия, скажу, что это неплохо. Ну, это такое, более консервативских взглядов. И если, допустим, войска принадлежат одной фракции, то я только ими и играю. Не люблю смешивать и что-то комбинировать. Так. Так, так, так. Тут у нас вражеский американский танк появился с мешками картошки. Но там совушку советы вызвали. Катюшку ставит в заводик возле Катюшки, чтобы американские десантники не уничтожили Катюшу в первую очередь. Но я думаю, что все-таки им удастся уничтожить. И они ее... Да, все-таки они ее уничтожили. Ну, Катюша успела добить... Немножко покоцать... Я извиняюсь, кому-то ее очень сильно надо. Катюша успела покоцать и добить все-таки вражеский американский танк. Сейчас совушка приближается к правому верхнему бункеру американцев. Но там стоит пушечка, которая сейчас благополучно уничтожит эту совушку. Интересно, кто из войск сильнее? Советские или американские пехоты там по левому флангу стоят, стреляют друг в друга. Мне кажется, что все-таки, да. Победива американская пехота, хотя уровни у друг друга были одинаковые. Так, здесь сейчас будет что-то интересное. Бронеавтомобиль ставит мины. Сейчас, наверное, уничтожит пушку. Там танк попадает под... Да, пушка попадает под танку. От него очень много здоровья. Здоровья. Ну, не понимаю просто, что сейчас дальше будет. Советы хотят и нацелились на правый бункер. Хотя, логично было бы уничтожить левый, потому что он уже покосный у американцев. Авиационный налет использует американец. А совет использует выживанную землю. Как будто оба главных героя у нас психанули и решили, вот, я сейчас покажу свой характер, я сейчас покажу свой характер. Но, к сожалению, сейчас время играет не на пользу советов. У американца еще два бункера и цитадель, а у советов один бункер и цитадель. И по хп-шкам видно, что цитадель у советов больше покоцана, чем у американцев. Советам нужно поспешить, чтобы что-то изменить. Так, какой-то ход событий. Ну, пока что, я думаю, выживут здесь американцы, потому что сейчас, как бы... Да, уж, опять английских десантурщиков вызвал совет и нацелился уничтожить цитадель. Американец поставил пулеметный дот. Но... Хорошо, кстати, хорошо, очень эти английские десантники покоцали цитадель. Но что дальше будет? Ага. Все-таки советы успевают уничтожить бункер у американцев. Один. Второй. И... Что будет дальше? Что будет дальше? О, не штор. А, все. Понятный исход событий. Да. Тут уже, как бы... Советы одержали верх. Вот такой был интересный бой, насыщенный прям... Все так, знаете, секунда в секунду произошло. Неожиданно... Только уже под конец было понятно, кто одержит победу. Что ж, это был такой маленький мини-обзорчик данного сражения. Хорошо, всем спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok